Рекордный улов окружных полицейских и Центра природопользования. В регионе поймана самая крупная за последнее время банда браконьеров. Ее участники – это жители Республики Коми. На незаконную рыбалку они выходили целыми бригадами. Всю пойманную продукцию вертолетами отправляли в соседний регион. Преступная схема работала как минимум 4 года. В кадре спецоперации прямо сейчас. Обнаружить браконьеров с воздуха удалось во время планового рейда. Картина вполне впечатляющая. Несколько деревянных строений, причаленные к берегу лодки и пиратский флаг. Как оказалось, эти избы принадлежат вот этому мужчине. Здесь он живет уже 37 лет, а браконьеры – всего лишь нежданные гости. На протяжении 4 лет нарушители закона заселялись без разрешения хозяина. Они уже скоро ее по-новой еще хотят принадлежать. И опять собираются? Да, вообще в легкие там опять собираются. Сначала браконьеры – это жители республики Коми – утверждали. Мы, мол, рыбаки – любители и просто решили поймать немного для себя. Истинный размах рыбалки стал ясен во время обыска. За неделю злоумышленники выловили 400 килограммов рыбы ценных пород. При этом разрешительных документов у браконьеров не оказалось. Здесь все признается? Это его рыба? Незаконный промысел браконьеры вели на реке Марию. Это рядом с Юшарским сельсоветом. В ходе допроса выяснилось, что в тундру рыбаков доставил вертолет Наринмарского авиаотряда. Перелет оплатил тот, кто с большой земли руководил всеми действиями злоумышленников. Схема была довольно простой, но законспирированной. Прямо здесь рыбу чистили, солили и даже вялили. Затем готовую продукцию отправляли в республику Коми. Что с рыбой происходило дальше, установит следствие. Чего вы себя-то ее там не ловите? Чего вы все сюда-то придетесь, а? У нас тоже, мы своих гоняем, а вы здесь и лазите, и лазите, и лазите, и лазите. И возите, и возите, и возите, и возите. Как саранча, ребят. Участники рейда забрали с собой не только изъятую рыбу, но и самих браконьеров. Троих жителей Коми высадили на Харьяге. Добраться до Усинска им предстоит уже на попутном транспорте. Полицейские тем временем уже работают. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Алина Ваучейская, Олег Хатанзейский, Телеканал Север. Продолжение следует...